Город Иваново широко отметил День Победы. Праздничные мероприятия традиционно стартовали в 10 утра у памятника героям фронта и тыла. В этом году торжественную программу было решено сократить, чтобы не утомлять ветеранов, большинству которых уже за 90. Митинг начался с выноса исторических знамен, ивановских воинских частей и соединений, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Впервые в этом году парад открывал в Рио губернатор Станислав Воскресенский. Проходят годы, но годы над нашей памятью не властны. Ежегодно к мероприятию героям фронта и тыла приходят тысячи ивановцев разных возрастов. С каждым годом растет число участников патриотической акции «Бессмертный полк». Это лучшее доказательство тому, что подвиг, совершенный нашими отцами и дедами, навсегда останется в наших сердцах. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушел каждый третий житель Ивановской области. Рядом с вечным огнем и могилой неизвестного солдата увековечены имена 182-х ивановцев, героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Вот как вы думаете, этому празднику сейчас уделяется достаточно времени и внимания? Не то слово. Очень даже уделяют большое внимание и нас, ветеранов. Я считаю, не забывают. У меня очень хорошая пенсия. Я считаю, мне живу хорошо. Перед собравшимися, а их в этот солнечный день было несколько тысяч, строем прошли представители различных силовых ведомств. Выступили курсанты пожарно-спасательной академии и оркестр-парабанщиц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Память ивановцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны, почтили минуты молчания. К вечному огню собравшиеся возложили гирлянды славы и цветов. Памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы, прошли во всех муниципальных образованиях региона. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.